Мы попадаем в двор Лувра через символические ворота, в тримфуальную арку-карузель, сооруженную в эпоху Наполеона I. В глубине двора и вокруг однотипные фасады. В XVIII веке до н.э. в Вавилоне правил царь Хамураппи. Его могущество распространялось на всю Месопотамию. Двухметровая стела Хамураппи украшена рельефом. Царь получает законы от бога солнца Шамаша. Длинная надпись, выбитая клинописью в базальте, излагает 300 законов, касающихся семьи, брака, развода, усыновления детей, наследства, воровства. Это один из древнейших сборников законов в истории человечества. Тысячу лет спустя сирийский царь Саргон II построил свою столицу в Северной Месопотамии на месте современного иранского города Харсабад. В павильоне Сюли в северной части квадратного двора выставлены иранские коллекции отдела восточных древностей. Самые знаменитые экспонаты были найдены в конце XIX века во время раскопок в западном Иране, в частности в Сузах. Этот город, заложенный 6000 лет назад, был столицей сначала Эламского, а затем Персидского царства. В конце VI века до н.э. царь Дарий построил в Сузах дворец. Главное место в нем занимал приемный зал Ападана, традиция, заложенный первым хранителем, египтологом, расшифровавшим древние иероглифы Жаном Франсуа Шампальоном. Много места уделено устройству египетского храма, начиная с аллеи сфинксов и кончая перспективой дворов и залов, которую завершала святая святых храма, Наус – центральный зал со статуей башества. Этажом выше развернута экспозиция египетского искусства с IV тысячелетия до н.э. вплоть до эпохи Клеопатры в начале н.э. Важная роль во дворце фараона принадлежала песцам. Статуя из раскрашенного известняка была найдена французским археологом Мариеттом в 1850 году на кладбище в Сагарахе. Это древнейший и самый известный шедевр египетского искусства. Глаза в бронзовой оболочке выполнены из алебастра, инкрустированного горным хрусталем. Верховные правители фараоны изображались согласно строгим канонам, поэтому многие изображения схожи друг с другом. О том, кого именно изображает статуя, часто говорит надпись на ней. Это фараон Тутмозис IV. Иногда изображению придавались индивидуальные черты. Таковы портреты Аминофиса IV Ахинатона, в царствовании которого художественные каноны и культовые ритуалы были временно нарушены. Начиная с завоевательных походов Александра Македонского, Египет подвергся эллинизации, а затем романизации. После римского господства Египет попал под владычество византийских греков. Слово «копты» представляет собой искаженное греческое слово «эгиптос», то есть египтяне. Коптами называли египтян, исповедующие христианство. К 641 году, когда арабы завоевали страну, Египет был полностью христианизирован. Не прошло и ста лет после смерти пророка Магомета, как ислам распространился не только в Египте и Сирии, но также в Месопотамии и в Иране. Одновременно арабы проникли в Испанию и Индию. Экспозиция, посвященная исламскому искусству, охватывает огромный период – от VII до XIX века. В 1453 году атаманские турки завоевали Константинополь. Падение Византийской империи принято считать концом Средневековья. Предметы из Византии. Например, это створка диптиха и слоновой кости VI века. Полагают, что на ней изображен триумф императора Юстиниана. Мадонна с младенцем из королевской церкви Сен-Шапель. Статуэтка выполнена при Людовике IX в одной из парижских мастерских, которые славили своими изделиями слоновой кости. Археологи обнаружили фундаменты Луврской крепости. Сегодня можно пройти по бывшим водяным рвам. Сохранилась опора подъемного моста. В XVI-XVII веках Средневековый замок был разрушен, а на его месте построен дворец, окружающий сегодня квадратный двор. Периода, когда он был резиденцией французских монархов, начиная с Франциска I и кончая Людовиком XIV, перебравшимся отсюда в Версаль. Отдел греческих, этрусских и римских древностей находится в залах, тесно связанных с периодом монархии. Хронологически экспозиция начинается в Нижней галерее, построенной в период Второй империи. В Лувре представлены все без исключения периоды искусства Древней Греции. Знакомство с ним начинается с таинственных идолов Кикладских островов. Их возраст почти пять тысяч лет. В конце VI века до н.э. в Этрурии, еще не поглощенной Римской империи, наступил расцвет своеобразной культуры. Один из шедевров этрусского искусства – терракотовый саркофаг супругов. По традиции, супруги и знатной семьи изображены во время пиршества. В саркофаг входил собрание, принадлежавшее в XIX веке римскому коллекционеру Маркизу Кампана. Много греческих бронзовых статуэток было позднее переплавлено и использовано для других нужд. К счастью, сохранился великолепный Аполлон из Пьембину, датируемый I веком до н.э. Статуя Никиса Мафракийской, воздвигнутая на вершине прибрежной скалы в честь победы в морском сражении, стоит теперь на верхней площадке специально выстроенной лестницы. Не менее знаменита статуя Афродиты, найденная в 1820 году на острове Мелос в Эгейском море. Она известна во всем мире под названием Венера Мелосская. Зал кариатит – один из самых красивых в Лувре. Кариатиты скульптора Жана Гуржона поддерживают балюстраду для музыкантов. Здесь проходили празднества и вынашивались тайные планы. Мольер выступал в зале перед королем. Римские скульптуры, в которых чувствуется влияние позднегреческой пластики. Не всегда можно определить, являются ли они точной копией или вольной интерпретацией какой-то классической модели. Лекции древнеримского искусства, в том числе серия портретов. Жена Августа Ливия, мать Нерона Агриппина, императоры Каллигула, Адриан, Луций Верус и Марк Аврелий. Галерея Мозаики дает представление о пышном декоре частных жилищ. Этот гигантский ковер из мрамора и известняка происходит из предместия Антиоха, современного турецкого города Антакии. Он датируется концом V века. Среди кустов розы изображена птица Феникс, которая возрождалась из собственного пепла и символизировала бессмертие. Мозаика была выполнена на закате Римской империи, но Феникс не умер. Позднее наступила эпоха Возрождения. Сегодня это жемчужина музейных собраний. Экспозиция итальянской живописи начинается в квадратном салоне. Мадонна с младенцем на престоле в окружении шести ангелов. Написано в Чимабуе в 1270 году. В ней еще сохранена византийская традиция фронтального изображения на золотом фоне, но уже использована мягкая моделировка объемов. Стрелы, пронзающие святого Себастьяна. Картина Монтеньи символична. Живая церковь противопоставлена руинам языческого мира, но, пожалуй, больше всего внимания художник уделяет форме, анатомии тела и живописному городу на заднем плане. Рафаэля Картина Мадонна с младенцем и маленьким Иоанном Крестителем чаще называют «прекрасная садовница» из-за ее сельского пейзажа. Это одно из самых известных изображений Богородицы у Рафаэля. Вращающаяся пирамида так определяют композиционный принцип полотна, где изображены святая Анна, Дева Мария и младенница Иисус. Леонардо да Винчи оставил картину несовершенной. Синеватые горы вдали выглядят загадочнее, чем пейзаж позади Джоконды. Портрет Монны Лизы всегда считался шедевром. В Фонтенебло, Лувре и Ливерсале повсюду королей сопровождала эта картина. Бонапарт украсил ею свою спальню в Тюрильском дворце. С 1804 года Джоконда выставлена в Большой галерее. Это одна из самых знаменитых картин в Лувре. На наши вопросы, что значит твоя несмелая улыбка, откуда эта протягательная сила, она отвечает спокойным, вопрошающим взглядом. Рядом с этой монументальной композицией со 130 персонажами совсем иначе выглядит другая сцена. Красный занавес придает и театральный характер. Перед нами безмолвная трагедия. Апостолы, собравшиеся возле усопшей Девы Марии, выглядят простыми людьми. Караваджо обновил живопись, придав библейским сюжетам вполне земной характер. Портрет Маркиза де ла Сулана Гои. Меркурий похищает земли Психею, чтобы унести ее на Олимп, где она воссоединится с Амуром. Эту манерийскую скульптуру с извилистыми линиями голландский воятель Адриан де Вритс, обучавшийся во Флоренции, выполнил по заказу Рудольфа II для его замка в Праге. В другом конце галереи находится шедевр Кановы, созданный в 1793 году. Психея, возвращенная к жизни, поцелуем Амура. Крылатый бог любви вдыхает в жизнь душу, которую тяжкие испытания привели к смертному порогу. Меняла и его жена Квентина Массейса. Над головой женщины, на полке с книжкой, лежит пергамент с подписью художника и датой 1514 год. Это не просто жанровая сцена. Весы на столе меняла, символизирует взвешивание грехов и добродетелей в судный день. В Лувре хранится одна из лучших коллекций живописи Рубенса. Это 52 картины. Половина из них составляет полуисторическую, полуэпическую серию, посвященной жизни Марии Медичи, супруги Генриха IV. Здесь, например, изображено рождение ее сына, будущего Людовика XIII. За каких-нибудь три года Рубенс собственноручно выполнил 24 гигантских полотна. Они украшали галерею Люксембургского дворца, построенного для Марии Медичи. Под эту прекрасную серию в Лувре выделен специальный зал. Писал Рубенс и картины более интимного характера. Вот портрет второй жены художника Елены Фурмен с детьми. А также около десятка полотен, с уверенностью приписываемых Рембранту. В их числе чувственная Версавия, изображенная в момент, когда она получает письмо от царя Давида. Просторный зал отведен под знаменитую серию габелленов, посвященных 12 месяцам. Они были сотканы в XVI веке в Брюсселе по картонам Бернара, Вана, Орлея. На габелленах изображены сцены охоты за птицей, оленем и кабаном. В серии называется «Охота Максимилиана», поскольку долгое время полагали, что в числе всадников изображен император Максимилиан I. На дно из собак, атакующих кабана, надета попона из стеганой ткани. Произведения французского искусства поделены между Лувром и музеем Мурсе, поэтому экспозиция завершается коллекциями 1848 года. Одно исключение, впрочем, сделано. Пышные апартаменты Второй империи, которые при Наполеоне III занимал государственный министр, а с 1871 по 1989 год – Министерство финансов, сегодня входит в отдел прикладного искусства. Восемь плакальщиков в капюшонах несут плиту, на которой покоится тело рыцаря с молитвенно сложными руками. Это надгробный памятник синьору Деларош-Пол. До того, как стать камергером короля Людовика XI, Филипп послужил синешалем у герцога Бургундского. Он заказал в надгробе в 1480 году за 13 лет до своей смерти. Статуя Диана-охотница украшала фонтан в парке замка Аннет, построенного для любовницы Генриха II Дианы де Пуатье. Это самая старая садовая скульптура, сохранившаяся во Франции. Иосен Триго, автор портрета Людовика XIV. Фрагонар писал прекрасные портреты. Например, портрет Дидро. Более характерна для него картина под названием «Замок». Ее диагональ завершается яблоком, символом любовного искушения. Крупноформатные картины в знаменитых красных залах павильона Денона ежедневно привлекают к себе тысячи посетителей. В «Клятве Горация» Луи Давид воспевает отвагу, самоотверженность и патриотизм древних римлян, качество которой позже высоко ценили революционеры. Написанная в 1784 году, картина знаменовала собой рождение неоклассицизма. Еще одна работа Давида – «Коронование Наполеона I». Оно произошло в 1804 году в соборе Парижской Богоматери. Император возлагает корону на голову своей супруги Шозефины в присутствии папы Пия VII и примерно ста персонажей, изображенных с документальной точностью. В среде знаменитых картин школы романтизма полотно Жереко – плод Медузы. Художник изобразил момент, когда тонущие люди заметили на горизонте корабль, который, возможно, спасет их. Свобода, ведущий народ Кисть Делакруа описывает в аллегорической форме июльскую революцию 1830 года. Как и в картине «Плод Медузы», который Делакруа высоко ценил, мир живых людей возвышается здесь над миром мертвых. Нет такого художника, который не сравнивал свои работы с творчеством предшественников. А нас, ценителей прекрасного, Лувр призывает быть активными зрителями, чтобы искусство прошлого всегда оставалось живым. Иначе оно станет чем-то далеким и чужим, закрытым окном, захлопнутой дверью во тьме веков. Наследие, за которое мы отвечаем, досталось нам без всяких инструкций для пользования, с тем, чтобы каждый раз мы открывали в нем что-то новое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok